Сегодня мы передаем эстафетную палочку введения репортажа нашим юным коллегам. На связи 10-летний Илья, наш специальный корреспондент. Шахматы это игра для королей, а для кого же шашки? Сейчас мы это и выясним. Быстрые соревнования по русским шашкам проводятся в спортивном комплексе Арин Истров. Впервые в этом году. Играют все. Юным спортсменам дается по 10 минут на один тур. Взрослым всего лишь по 5. Всего же в турнире приняли участие около 60 человек. Среди них как опытные спортсмены, так и просто любители. Как вы считаете, шашки это взрослая или детская игра? Считаю, что это взрослая тоже. А сколько вы лет уже шашками занимаетесь? Не занимаюсь, но так увлекаюсь шашками. А, победитель в этой игре? В этой игре, да, победил. Сложный соперник был? Сложный, да. Мне повезло. Сложный был этот турнир для вас? Нет, нет. Нет? Вы опытный? Нет. Я победил. Для ничья. У вас есть какая-то подготовка к каждой игре? Ну, я хожу на шашки, на провесник. Я тоже хожу. В один день, в одно и то же время. У тебя есть какая-то подготовка к каждой игре? Ну, да, чуть-чуть. Я? Сражаюсь. Тренируешься, да? Да. Тренируешься, да. Помещение, мы одновременно можем принять 80 участников. У нас компьютерный зал, интерактивная доска, большое количество инвентаря. Хватает часов для игры в шахматы. Каждый день идут занятия, поэтому желающие могут принять участие. Участники соревнований не согласны с распространенным утверждением, что шашки проще шахнуть. Отличия небольшие, но обе игры помогают развивать математическое мышление. Я думаю, ничем. Вот оно вот просто там вот разные фигуры. Тут вот шашки, а там вот другие. Все, да. Понял, я еще все гибриды. Разные фигуры. А ходят по одному. Шахматы, они могут ходить и через одно, и через второе поле. А шашки на черных всегда. Шахматы и на белых, и на черных. И кто бы мог подумать, что шашки – это еще и семейная игра. У сестер Лизы и Сони из Лубских разница в возрасте 3 года. Обе занимаются первый год. Приобщают к этому спорту всю семью. Старшую сестру, маму. Кроме папы. У него свои дела. Шашки вообще развивают мозг и помогают математике, например. К разным приемам. Задача решать больших шашков. Треугольник Петрова. Это когда три танки против одной. Сыграв одну партию в шашке, мы выяснили, что это игра для тех, кто не ленится и хочет развивать логику и смекалку. Репортаж о шашках ввели Илья Хамин, Юлия Андреева и Михаил Моралов из Тререв.